Всем привет! Спасибо, что вы на моем канале. Меня зовут Лиза. И сегодня у нас долгожданный затест, потому что я наконец-то получила свою посылку Sculpt Beauty. А именно мы с вами сегодня будем тестировать новый крем от Charlotte Tilbury. Также у нас тут будет вот такая двойка Sculptor и Highlighter тоже от Charlotte Tilbury. Мы его вместе с вами попробуем сегодня. Также у меня здесь есть две новинки от бренда Sunny's Face. Это их новые кремовые румяна в разных оттенках. Но мы, скорее всего, сегодня с вами попробуем такой более розовый. Посмотрим на нанесение этого крема как спонжем, так и кисточкой. Покажу вам, как он выглядит, как он носится в течение дня. Сделаем, конечно же, чек-ин и чек-аут в конце этого дня. Эти вот кремовые от Sunny's Face и другие какие-нибудь более пудровые, чтобы... Более пудровые, что, блядь? Также попробуем сегодня с вами нанести два варианта румян. Одни мы нанесем кремовые, посмотрим, разъедается ли тональный крем этими румянами. И другие мы с вами попробуем какие-нибудь пудровые, чтобы посмотреть, почувствовать и вообще почувствовать разницу, есть ли она в нанесении с этим тональным кремом. Жду ваши комментарии. Пишите, может быть, вы уже успели попробовать этот крем. Может быть, вы уже успели попробовать новые продукты от Sunny's Face. Короче, обязательно оставляйте внизу комментарии. Мне очень нужна ваша поддержка. Ну, а мы с вами давайте не будем затягивать и приступаем. Предлагаю нам сегодня с вами поступить таким образом. Я буду наносить тональный крем. Но на заднем плане вы будете слушать мою историю о том, каким образом он вообще до меня добрался, как он у меня оказался. Ну и будете, соответственно, смотреть параллельно, как наносится крем спонжем и кисточкой. Давайте для начала вам расскажу о том, где я купила, как заказала и как он до меня доехал, потому что это действительно Storytel. Это вообще стоит того, чтобы рассказать. Я впервые заказала что-либо с какого-то международного сайта в Китай, потому что у нас есть Таобао. И обычно я таким вещами не занимаюсь. У нас там можно купить все. Но в этот раз я решила сделать по-другому. Я решила заказать. Я решила заказать еще потому, что хотела быстрее попробовать этот новый крем. Потому что этот крем, наверное, прям такой самый-самый первый какой-то глобальный запуск этого года. В общем, все его ждали. Я решила, что я хочу это сделать побыстрее, побыстрее попробовать, показать вам. На сайте Культ Бьюти стоил он 300 юаней в рублях. Мне этот сайт показывает, что этот крем стоит 3332 рубля. Конечно, это вообще нифига не дешево, но как бы мы знаем, что Charlotte Tilbury это такой бренд не дешевый. Оттенок у меня 4 Neutral. И я прям действительно попотела, прежде чем выбрать этот оттенок. Потому что все референсы, которые представлены на всех возможных сайтах, они как-то не очень сильно понятны мне лично были. Не очень хорошо отражают то, какой бы мне именно подошел крем. Поэтому я все-таки остановилась на четверке. Короче, посмотрим сегодня. Крем у нас называется Beautiful Skin. То есть, ваша кожа должна быть красивее с этим кремом. То есть, вы и так красивая, но будете еще лучше и еще прекраснее. Вот такая вот у нас упаковка. Выглядит он достаточно компактно. Этот крем обладает средним покрытием. И он настолько легкий, насколько легкий воздух. Так и написано на упаковке. Он обогащен гиалуроновой кислотой. Помимо прочего, нам заявляет производитель, что когда на вас будет смотреть человек, он не будет понимать, что на вас какой-то есть крем. То есть, это undetectable coverage. То есть, непонятно, что вы накрашены. Я такое люблю. Собственно, поэтому я и хотела попробовать крем. Плюс, я еще не пробовала крем от Charlotte. В этом креме у нас 30 мл. И это такая мягкая, очень такая резиновая, скажем так, упаковка. То есть, она не бьющаяся. Должно быть легко. Он не тяжелый. Достаточно маленькая, я бы сказала. Мне кажется, тут вот эта часть с помпой и с крышкой занимает намного больше места, нежели сама вот эта часть с кремом внутри. Я его заказала 7 января на культе. И он висел больше. Ну да, он висел не больше, он висел ровно неделю. В статусе просто оплаченного и не отправленного. Я вообще уже, типа, прошло там 6 дней. На 6 день я им написала. Я спросила, в чем дело. На что мне пришло сообщение о том, что либо не могут найти доставщика, там было написано, либо значит у вас неправильно введен адрес. Что было точно не про меня, потому что адрес у меня был верный. В итоге они его отправили 13 января. Он отслеживался нормально. Они мне даже присылали измененный трек-номер, который был изменен, когда он приехал в Нидерланды, кажется. Но после Нидерландов это было вообще, типа там 25 января. И мне сайт написал, что ожидаемое время прибытия с 19 по 31 января. И я думала, что отлично, потому что у нас начинаются китайские праздники. Я думала, что он точно приедет до Нового года. Но с 25 января он перестал отслеживаться. И, короче, я его потеряла. В итоге он пришел 12 февраля. И вот мы здесь. Короче, можно сказать месяц. Это прям вообще, а если считать от момента покупки, то больше месяца прошло с тех пор, как я получила этот заказ. Итак, друзья, я уже запудрилась. Я уже нанесла консилер под глаза. В общем, все детали макияжа будут, конечно же, в описании. Вы можете прочитать там, что я использовала, помимо тех продуктов, которые у нас сегодня с вами на тесте. Знаю, что этот крем не очень многим понравился, судя по тем ревью и отзывам, которые я про него слышала и читала. Пока что я не могу сказать, что он мне не нравится. Я, в принципе, фанат таких легких и невидимых текстур на лице. И надо сказать, что этот крем, в принципе, пока что, мне кажется, он мне подходит. Но, в общем, пока не будем делать поспешных выводов. Посмотрим, что будет дальше. Ну что ж, предлагаю нам теперь с вами посмотреть на вот этот продукт от Charlotte Tilbury. Это у нас бронзер плюс хайлайтер. Такая очень популярная двушка продуктов для лица в бренде Charlotte Tilbury. Я давно хотела его попробовать. Кстати, если вы заметите, я взяла такую travel-версию. У них есть как большие форматы, где больше грамм продукта. Здесь у нас по 3,5 грамм продукта в каждом из рефилов. Ну, мне кажется, достаточно много для того, чтобы попробовать и понять вообще, надо оно вам или нет. Я уже тестирую определенное время этот продукт. У меня есть определенные уже к нему отношения, но я вам об этом расскажу в конце уже этого видео. Давайте сейчас я возьму кисточку, и мы вместе с вами попробуем нанести этот продукт. Итак, я беру вот такую кисть. Она у меня вообще для хайлайтера, но кому это вообще интересует, если я ей пользуюсь так, как я хочу. Набирается достаточно много, хотя вот так вот непонятно, не скажешь. И он достаточно такой пыльный, друг. Я бы предпочла, и я бы вам советовала наносить такого рода продукты более какой-то большой кистью. Просто у меня сейчас большая моя кисть, она не в очень приятном состоянии, непригодном точнее вообще, для того, чтобы показывать ее на камеру. Но лучше брать какую-нибудь прям такую большую кисть. Опять же, почему я советую брать какую-нибудь кисть побольше? Потому что, ну, хотя бы элементарно она будет вам разносить этот продукт более естественным образом. Потому что, когда вы берете такую кисть, она все-таки достаточно маленькая. А скульптор, бронзер, это такие вещи, которые, ну, желательно как-то более вуально наносить. И чтобы не было таких полос активных на вашем лице. Вот, да, примерно вот такая кисть. Просто она сейчас у меня в другом бронзере. Поэтому, если бы мы ее с вами использовали как основной инструмент, то мы бы тогда не увидели цвет вот этого бронзера, который мы сегодня с вами испытываем. Точнее, скульптора. Готово наше лицо, готовы мы. В общем, смотрите, как это выглядит. На мой взгляд, это, конечно, достойно внимания. Это достойно уважения. Как и большинство продуктов от Charlotte Tilbury. Это не тот продукт, который вот прям какой-то крышесносный. Но, мне кажется, это хороший продукт, чтобы попробовать впервые бренд и как-то с ним познакомиться. Особенно, если есть возможность взять вот такую travel-версию. Далее у нас с вами идет продукт от бренда Sunny's Face. Тот самый бренд, про который я вам уже рассказываю практически год. Все то время, что я существую на ютубе. Это у нас оттенок румян, называется Miami. Это чик-тинт. Ну, короче, это такое универсальное, скажем так, средство, которое можно наносить и на губы, и на глаза, и на щеки. Ну, на губы я не советую вам его наносить, потому что он достаточно сушащий. На глаза там тоже в зависимости от оттенка. Но вот на щеки это прекрасно, это очень красиво. Я еще не пробовала вот этот цвет. Это у них из новой их линейки. Они мне, кстати, прислали вот такое зеркало. Это очень классно, это очень удобно. Оно мне поначалу не понравилось, потому что оно очень такое увеличивающее. А сейчас я вот, как видите, его из рук не выпускаю. Также у нас сегодня есть вот такая вот штучка для нанесения румян. Сейчас я ее открою, и мы с вами попробуем нанести именно вот этим спонжем, потому что мне интересно, поможет он вообще, есть ли в нем смысл или все-таки не очень. Вот так это выглядит. Я тут старалась обходить стороной то место, где мы наносим с вами румяна. Но, как вы помните, мы сегодня испытываем крем, поэтому я предлагаю нам с вами нанести на вот эту сторону вот эти румяна, а на другую сторону мы нанесем какие-нибудь похожие по цвету, просто именно в рассыпчатой текстуре. Выглядит это супер красиво. Это такая бархатная, такая очень вельветовая формула. Мне кажется, или вообще ничего не происходит. А нет, происходит. Я боялась, но я уверена практически была, что это будет. Он растворяет эту тональную основу, у меня она пошла дырками. Я не знаю, видите вы или нет, но да. В общем, это, наверное, все-таки больше моя вина, потому что я хоть и окружала максимально это место пудрой, но, короче, пудра туда попала. В общем, ладно, оставим тогда с вами эти румяна на потом, попробуем их как-нибудь в другой раз. Мне кажется, вот эта вот фигня вообще ничего не наносит. Но они очень-очень еле заметные. Спонж дурацкий. Ладно, давайте сейчас я сделаю за кадром, тут подправлю чуть-чуть вот эту дырку, нанесу какие-нибудь другие румяна и вернусь для того, чтобы попробовать уже хайлайтер из этой двушки. А потом уже подведем с вами итоги по поводу того, что мы сегодня попробовали. Закончила я нанесение румян. Я все-таки советую вот с такими подобными кремами тональными, которые имеют более такой естественный финиш, а не матовый. Не испытывать судьбу и не наносить на них кремовые текстуры. Лучше все-таки оставаться в сухих текстурах и не повторять моих ошибок. Возьму вот такую вот кисть, пушистенькую нанесу. Сейчас вот хайлайтер из этой двушки. Хайлайтер я этот уже пробовала, как и, в принципе, всю эту двушку, палетку. Могу сказать, что поначалу мне он вообще не понравился. Он был какой-то супер вуальный. Он был вообще незаметный на коже. И я прям даже подрастроилась, что, казалось бы, вроде хайлайтер от Charlotte Tilbury должен быть прям таким ого-го. Прям такой в стиле какой-нибудь дивы в кинофильме. Но нет, он был какой-то вообще посредственный. В итоге он как-то более-менее раскрасился. Как вы видите, он наносится прям нормально, потому что до этого он такого сияния и свечения мне вообще не давал. Но, видимо, да, видимо, все-таки раскрасился. Поэтому скульптор и хайлайтер, ну, в принципе, можно брать, если хочется, опять же, что-то взять от бренда Charlotte Tilbury. Ну что, друзья, мы с вами практически закончили. Давайте, наверное, сейчас я просто накрашу губы. У меня тут есть вот эти миниатюры. Мои помад от Charlotte. Одна у меня пилоток, другая Верри Виктория. Давайте я вам для начала их покажу сводчи сравнительные, потому что они очень два популярных оттенка. Я не помню, показывала я вам сводчи этих оттенков или нет. Вот это у нас Верри Виктория. Более холодная, как вы видите. Вот это у нас пилоток. Более такой розовый, более рыжеватый. И красивые оба оттенка. На мне, в принципе, даже пилоток не сильно дает какую-то рыжинку. Я знаю, что на многих он дает рыжий какой-то вот этот вот хинт. Но на мне нет. На мне, в принципе, выглядит достаточно прохладно. Ну что ж, друзья, давайте с вами подведем итог по поводу того, что мы сегодня с вами попробовали. В первую очередь, конечно же, у нас был на тесте сегодня новый тон от Charlotte Tilbury Beautiful Skin. Напоминаю, это у меня четвертый Neutral оттенок. Я вам покажу сегодня в конце дня, как он будет выглядеть на мне в конце дня. Вот так выглядит мое лицо спустя где-то, наверное, часов 6 или 7 с момента нанесения макияжа. Что хочу сказать. Конечно, лицо пожирнилось. Причем пожирнилось достаточно нехило. Ну, конечно же, оно пожирнилось в первую очередь вот в этой Т-зоне, как я и говорила, где обычно жирнится. На лбу, как вы можете видеть, у меня подчеркнулись морщинки. Это не очень хороший признак, такое мне не нравится. Вывод делаю только один. Мне, в принципе, подходит этот крем. Однако он подходит только на зиму, когда нет жары, когда нет такого супер жирного состояния моей кожи, даже моей, казалось бы, сухой. Ну, в общем, да. Либо это надо просто постоянно поправлять. Естественно, я поправляю макияж обычно, когда я не делаю каких-то тестов. Но если не поправлять, то, конечно, выжить в таких порах просто нереально. Вот тут очень все хорошо видно. Вам вот вся текстура видна. Единственное, что я не выходила сегодня на улицу, и мне не пришлось испытывать этот крем в плане носки маски. Но я думаю, что, конечно, с носа он благополучно уйдет, если я надену маску. В общем, вот такие вот дела. На мой взгляд, у него, конечно, более такая, естественно, глянцевая формула. Он, конечно, не подойдет 100% для кожи жирной, для кожи такой склонной к жирности, потому что он достаточно сияющий и достаточно блестящий на моем лице. Однако пока что то, что я сейчас вижу, мне кажется, он подходит моему типу кожи. У меня кожа сухая, ну, наверное, у меня кожа сухая, и она прям жирнится очень-очень редко. Теперь что по поводу вот этой двушки от Charlotte тоже. Я уже, в принципе, все сказала. На мой взгляд, для того, чтобы попробовать впервые какой-то продукт от Charlotte Tilbury, да, хорошая покупка. Однако я не могу сказать, что прям я вот в восторге от этого скульптора. Да, он, ну, подходит, наверное, для славянской типа внешности. Плюс, как я уже упомянула про этот хайлайтер, наверное, поначалу он мне вообще не понравился. Я бы сказала, что я вообще не полюбила его, я им вообще не пользовалась. Но потом как-то он раскрасился. Наверное, ему нужно время, ну, или в зависимости от набора, от набора цвета, да, сколько вы возьмете, и на какую кисть тоже, конечно, все это влияет. Что касается помад, про помады я уже говорила, они мне нравятся. У Charlotte Tilbury очень красивые цвета. Сегодня я ношу у нас оттенок Pillow Talk. Не знаю, мне кажется, он не дает мне какой-то теплинки. Мне кажется, он более такой нейтральный, с розовинкой. Мне кажется, он не рыжит. Напишите внизу в комментарии, как вам кажется, рыжит этот цвет помады мне, на мне или нет. Я знаю, что очень многие говорили о том, что цвет может окисляться и становиться более желтым. Да, на руке он, конечно, изменил свой оттенок, как вы могли видеть, это не сюрприз, это не секрет. Однако на лице, мне кажется, он очень хорошо подошел мне по оттенку, и я не вижу вообще никаких претензий, никаких проблем с нанесением. Да, естественно, я предпочту нанесение спонжем. Могу сказать, что поры он, конечно, не затер, но вот, например, точки, которые есть на лице, вот эти вот сальные нити, сальные железы, они заполнились, то есть их не видно, но вот тут текстура, она есть, то есть он, конечно, вам ничего не скроет. Я думаю, что какие-то прыщи, какие-то нюансы он вообще не в состоянии скрыть, но, собственно, он очень такой легкий, очень вуальный. Да, действительно, лицо выглядит таким естественным, как будто бы на нем нет вообще тона. Я хочу сказать, что мне по финишу напомнил этот крем, вот этот мой любимый крем от Herborian. Я ему же пользуюсь больше двух лет, наверное, и у меня к нему нет претензий в плане вот этого блеска, поблескивания и какого-то внутреннего подсвечивания. Вот такой у нас сегодня получился с вами экспресс-тест нового крема и скульптора с хайлайтером от бренда Charlotte Tilbury. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно напишите, поделитесь своими комментариями, поделитесь своим мнением насчет того, что мы сегодня попробовали, как вам кажется, хорошо ли выглядит на мне этот крем или нет. А я вам желаю по традиции прекрасного дня, утра, вечера и ночи, конечно же, исполнения всех ваших желаний. И пока-пока!